Начало 19 века. Шуя. Двум братьям Носовым Михаилу и Александру в наследство досталась полотненная фабрика. Михаил оказался плохим управленцем и очень скоро влез в крупные долги. Александр выкупил у брата его долю и стал полновластным хозяином. Он загорелся идеей сделать эффективное прибыльное производство. К фабрике были прикреплены крестьяне. Носов перестал им платить жалования и увеличил лимит работников, которых выставляла община, до 100 человек. Следует отметить, что статус этих тружеников отличался от статуса вольнонаемных рабочих. Для них труд на фабрике был повинностью, а не источником дохода. Это были посвященные так называемые крестьяне. Еще Петр I ввел это сословие для насаждения как раз мануфактур. Крестьяне приписывали к фабрике. По сути, это были крепостные крестьяне, которые полностью должны были причиняться владельцу. Что владелец хочет, то они должны делать. То есть владелец мог их нагружать любыми хозяйственными работами, там в своем дворе, в своем доме по пашне и по фабрике, естественно. И никак это не регулировалось государством. Фабрикант запретил работникам отлучаться с производства на время сельскохозяйственных работ. Для крестьян под угрозой оказалась заготовка запасов на зиму. К тому же община располагалась в селе Клочково. Это 20 километров от Шуи. Ходить на работу нужно было пешком. Каждый день. Выставить 100 человек крестьяне не могли. Максимум 60. Но фабрикант был непреклонен. Тогда люди просто отказались выполнять распоряжения и покинули предприятие. Своеволие для тех лет неслыханное. История вышла на губернский уровень. В Клочково наведывались представители власти. Тут-то и стали выплывать интересные подробности. Оказалось, что на фабрике практиковалось систематическое избиение работников. А за два года до этого брат фабриканта Михаил во время товарищеской попойки организовал групповое изнасилование пяти крестьянок. Сначала, говорю, вот такая пирушка продолжалась, позвал их петь песни, а потом начал раздавать своим друзьям. То есть каждый сначала одну взял, ушел с ней в красильню, потом вторую, потом третью, потом остальных раздал друзьям. Говорит, ну вот, они вам как владельцы, я тоже владельец, ну и они владельцы, вот подчиняйтесь им. Естественно, женщины сопротивлялись, но особо не сопротивлялись, как бы, и поэтому закончилось все очень для них плачевно. Впрочем, власти открывшиеся обстоятельства предпочитали не замечать. Они угрозами и уговорами пытались заставить крестьян подписать обязательства о выходе на работу и сдать зачинщиков бунта. Община делать это отказывалась. Противостояние длилось два года. В итоге в Клочково отправилась воинская команда из 22 человек. Солдаты высекли организаторов восстания, но главное наказание заключалось не в этом. Власти решили разместить карательный отряд в селе на постой. Кристиане должны были их кормить, собственно говоря. Кормить их, кормить лошадей. И им говорили, когда вы даете подписку, сразу воинская команда от вас будет выведена. И даже если хотя бы один даст подписку, сразу он от вас, от постой будет освобожден. Но вот тогда солидарность оказалась просто невероятной. Два года они не держались и здесь не сломались, подписки не отдали. Решительность крестьян дала результаты. Через некоторое время солдаты были отозваны, а фабрикант Носов смягчил условия труда на фабрике. Спустя несколько месяцев люди вернулись на производство. Сергей Веселов, Григорий Мартьянов, телекомпания БАРС.